Добрый день, уважаемые коллеги. Относится к данной местности, обязана вести эту группу. У нас уже начался сезон походов, уже во время апрельских каникул такая программа была опробована, и она показывает хорошие результаты. Сейчас жалобы нареканий со стороны руководителей групп, которые проводят походы, и с другой стороны МЧС нет, связи установлены и контролируется проведение каждого похода. Особое внимание при подготовке к лету было уделено распространению нового номера, который поддерживает связь с такими группами. Сейчас это номер 101, который действует на территории всей Российской Федерации. Мы проводим постоянные селекторы с участниками процесса, и до начала большой летней оздоровительной кампании, до 1 июня, во всех регионах России будут проведены дополнительные учения в части реагирования по номеру 101. Дело в том, что не всегда сотрудники, которые участвуют в этой системе, ответственно реагируют на вызовы детей. И с этим связано много проблем. И хорошо, когда ЧП не такое сложное, но если ребенок все-таки звонит, то правила реагирования должны быть, они должны быть неукоснительные, чтобы это не приводило к непоправимой трагедии. Особое внимание уделено подготовке персонала, который будет сопровождать детей. Сейчас профессиональное сообщество объединилось и предметно занимается вопросами подготовки, прежде всего, инструкторов-проводников. Изглавляет эту некоммерческую систему Матвей Шпарон. Вокруг него собрался целый коллектив единомлежников. Сейчас они подали предложение о том, чтобы проводить экспертизу, независимую оценку квалификации инструкторов детского туризма. И мы с ними выстраиваем такую систему. Но тот профстандарт, который подготовлен ими во взаимодействии со специалистами Министерства образования и труда, он уже станет основой качественного сопровождения детей. То же самое касается тех занятых, которые будут работать в стационарных лагерях. Я надеюсь, что все наши усилия приведут к тому, что это лето для ребят будет и интересным, и в то же время мы сделаем все, чтобы оно было абсолютно безопасным.